Тычется навод тех, кого не тычется. Масштабная кампания по доброохвотным тестированиям на ВИЧ отримала свой протяг у Гомельской области. После областного центра эстафету принял Жлобин. Под обязанностями Володая Катярина Жданович. Жлобин – один из наибольшь буйных и промыслово развитых райцентров региона. Минавито ГЭТ и город стал наступной кропкой маршрута кампании, которую реализуют ЮНЕЙЦ и ЮНИСЕФ в Беларуси. Царот главных задач – притягнение уваги до проблемы ВИЧ-СНИТ и донесение объективной информации. Метовая аудитория у першую чаргу «Молодь» тому и форма информования обрана ответная. А кроме непосредственно организатору, як и у Гомеле, так и у Жлобине, свой заклик пройти тест на ВИЧ выказали медийные персоны. Посол Доброй Воли ЮНЕЙЦ, телеведучая Светлана Баровская и особы кампании. Солисты группы «Давинш» Денис Дудинский и Катярина Раецкая. А поскольку информация важная и нужная, разумеется, информация, касающаяся здоровья, то это вдвойне приятно и ответственно. Поэтому по первому же зову мы бросаем все свои дела и едем. Неважно, это большой город Гомель, поменьше город Жлобин или это вообще какая-нибудь маленькая деревенька. Это неважно. Люди везде живут и всем нужна информация. В Гомельской области можно уже есть чем сравнить. Большая обратная связь и люди очень контактные. Даже, условно говоря, отзываются на анонсы в интернете, говорят, мы придем, мы придем. И мы понимаем, что следовательная информация пошла. Она уже вот есть в массе. Сирот активистов – наш коллега телеведучий Александр Гавейко. Нагадаем, Минавитайон был обвешен и особой кампанией у Гомельской области. Пройдет тест на ВИЧ. До этого закликали у первую чергу. До речи, махчимость зарабить это бесплатно и анонимно была у каждого же хара райцентра. Жлобинчанам пропоновали новый для Беларуси способ экспресс-тестирования по слене. Усяго 20 хвилин и выник готовы. Можно всю жизнь думать, ну, заражен ты или нет, а так пришел, узнал и все. Но сначала ты волнуешься, что вдруг ты заразный вещь, но когда ты заходишь в машину и тебе говорят, что все хорошо, тебя отпускают. Мы уже посоветовали своим друзьям, и можно наблюдать, что возле машины сейчас большое скопление людей, и они тоже проходят тест. Конечно, результат – это, во-первых, то, что у нас практически не остается тестов после работы акции, так, то есть их всех израсходуют. Во-первых, это добровольное, самое главное, и анонимное. И результат будет потом, когда мы увидим, насколько часто люди будут сдавать тесты, насколько они расскажут, и, соответственно, это повысит определенную информированность общества в отношении профилактики ВИЧ-спида. Когда уйдут эти страхи, самое главное. У гэтыждень у Жлобини открылась фотовыстава «Мост у будущиню». И она расповедает реальную историю конкретного человека – меньшанки Татьяны Сямёновой. У ситуации полной наркозалежности женщина со станучим статусом ВИЧ пройшла долгий складанный шлях вертания у нормальное социальное житё.